И им это удается. С 2005 года между Канадой, Мексикой и США существует договоренность. Это соглашение втайне от народа, без ведома Конгресса, объединяет США, Канаду и Мексику в единое целое, стирая их границы. Оно называется Североамериканский Союз. Спросите себя, почему вы об этом ничего не слышали? В действительности нашелся только один журналист на центральных каналах, который имел мужество рассказать об этом. Политика администрации Буша по открытию границы и его решение проигнорировать законы, ужесточающие иммиграционную политику, всего лишь часть большой политической игры. Президент Буш подписал официальное соглашение, которое означает конец нынешних Соединенных Штатов. И он сделал этот шаг без одобрения со стороны Конгресса и народа Соединенных Штатов. Лишь немногие слышали об этой сделке. Это сделала кучка людей наверху, с подачи правящего класса. Но ни простые рабочие, ни чиновники по всей стране, ни в Штатах, ни общественные деятели, они ничего об этом не знают. Это не торговое соглашение. Это полный отказ от независимости этих стран, что также стало причиной введения новой валюты. Это Аарон Руссо, режиссер и бывший политик. Рядом с ним Николас Рокфеллер, представитель пресловутой династии банкиров и бизнесменов. Аарон имел дружеские отношения с Николасом Рокфеллером, но им пришел конец, когда он узнал больше о Рокфеллерах и их замыслах. Мне как-то позвонила одна адвокатша и спросила, хочешь встретиться с одним из Рокфеллеров? Я сказал, конечно, здорово. И мы стали друзьями, и он рассказывал мне о многом. Как-то он сказал, у нас тут намечается встреча, Аарон. Будем там обсуждать, как мы захватим Афганистан, чтобы создать трубопровод от Каспийского моря, как мы захватим Ирак с его нефтью и сделаем из него базу на Ближнем Востоке, а потом двинем в Венесуэлу и избавимся от Чавеса. Ну, первые два пункта уже готовы, Чавес пока держится. А потом он сказал, ты увидишь, как будут по горам искать людей, которых никогда не найдут. Он смеялся над этой войной, над терроризмом, когда врага-то и нет на самом деле. И он рассказывал, что эту войну с терроризмом никогда не выиграют, потому что это вечная война, и можно постоянно забирать у людей их свободы. А я спросил, и как вы собираетесь убедить людей в том, что это настоящая война? Он сказал, через СМИ телевизор может всех убедить в том, что это реально. Вы просто говорите, говорите, говорите людям об этом постоянно. И в конце концов они в это верят. Да вы знаете, они Федеральный резерв этим враньем создали в 2013 году. Они создали 11 сентября, тоже вранье. После 11 сентября начали эту войну с терроризмом. Потом вторглись в Ирак, тоже вранье. Теперь вот Иран на очереди. И так одно за другим, одно за другим. Я его спросил, а зачем вы это делаете? Для чего это нужно? У вас и так все деньги на свете, сколько захотите. У вас и так вся власть. Вы убиваете людей. Ну, нехорошо это. Он сказал, а что тебе дались люди? Ты о себе думай, о своей семье. Я сказал, ну так и конечная цель какая? Он сказал, конечная цель, чтобы всем в мире был встроен чип радиочастотной идентификации. И все деньги будут привязаны к этому чипу. А кто будет протестовать и делать что-то нам наперекор, мы ему чип отключим. Вот так, микрочип. В 2005-м под предлогом иммиграционного контроля и так называемой войны с терроризмом был принят закон о действительном удостоверении личности. По этому проекту, к маю 2008-го, все будут обязаны носить с собой карточку федерального удостоверения, на которой находится штрих-код с личной информацией. Эта карточка — лишь переходный этап. Затем в эту карточку будет встроен модуль радиочастотной идентификации, по которому можно будет определить ваше местонахождение на планете. Если это для вас новость, знайте, что радиочип уже есть в каждом новом американском паспорте. А последний шаг — имплантированный чип, который уже зашили многим под разными благовидными предлогами. У нас во Флориде есть семья, которые стали первопроходцами мира будущего. Они добровольно согласились имплантировать себе идентификационные чипы. После 11 сентября я обеспокоен безопасностью моей семьи. Я ничего не имею против, чтобы мне в руку зашили идентификационный чип. В конце концов, все будут заключены в находящуюся под пристальным мониторингом клетку, где каждый ваш шаг задокументирован. А если вы отклонились от курса, они выключат вам чип. А к этому времени все взаимодействия с обществом будут осуществляться через этот чип. Такой образ мира нам заготовлен, если вы раскроете глаза, чтобы видеть. Единая глобальная экономика, где каждый шаг каждого человека отслеживается и фиксируется. Никаких прав. И самое удивительное — этот новый мировой порядок никто не будет навязывать людям. Люди под...